Сарга 51. Желание отдал Аки. Васиштха продолжил. Не надейся на мысли разума долгие и тонкие, острые и блистающие, похожие на лезвие бритвы. Со временем в поле разума проявляется росток мудрости, который растет и крепнет поливаемой дождями развлечения. Пока тело не упадет мертвым на землю, продолжай взращивать и заботиться о процветании этого побега. Поняв истину моих слов и постоянно раздумывая над их смыслом, ты достигнешь положенства, подобной радости павлина при громе грозовых туч. Как мудрый удалака, познай в деталях материальный мир, состоящий из пяти элементов, и острым интеллектом, исследуй свою внутреннюю и истину. Рама спросил. О Бхагован, как мудрец удалака, исследовав детально материальный мир, познал природу себя? Васиштха ответил. Слушай, Орама, как удалака, исследовав сначала множество объектов, достиг высочайшего видения безграничной истины. В одном уголке старого дома этого мира среди гор раскинулась земля, одуваемая ветрами. Там, в долине огромной горы Гандха Амадана, стояло камфорное дерево, покрытое цветами. Там были разнообразные птицы и цветы самых разных окрасок. Множество лесных животных обитало по склонам среди трав и цветов. Кое-где сияли во множестве драгоценные камни. Кое-где росли тонкие лотосы и лилии. Где-то висел клочьями туман. Где-то сверкали, как серкала, озера. Где-то там, в долине, в мягкой тени огромного дерева, роняющего вниз по множестве свои цветы, жил очень мудрый мудрец по имени Удалака, с детства посвятивший себя суровой аскезе. Однако тогда он мало понимал, его разум был беспокоен и непробужден, но его желание постичь истину было чистым. Он занимался аскезой, изучал писание, следовал разным практикам, и у него начало появляться понимание, подобно тому, как день ото дня все выше поднимается солнце в летние месяцы. Однажды, ужаснувшись болезни самсары, он, сидя в одиночестве, размышлял с чистым разумом таким образом, что это за высшее состояние, при достижении которого больше нет страданий и новых рождений. Когда я навсегда успокоюсь в этом высочайшем, чистом состоянии, лишенном мыслей, подобно облаку, отдыхающему на вершине горы, меру? Когда успокоятся мои внутренние волнения, вызванные желаниями, как ревущие и беспокойные волны успокаиваются в океане? Когда с успокоившимся разумом я буду только улыбаться мыслям, я это сделаю, теперь надо сделать то. Когда сети понятий перестанут ловить мой разум, я буду свободен, подобно листу лотоса, растущему в воде, но не затрагиваемому ею. Когда с помощью лодки высочайшей мудрости я пересеку бурлящий волнующийся океан с бесконечными волнами желаний? Когда я улыбнусь, глядя на людские действия, как на нереальной и подобной игре ребенка? Когда мой разум успокоится, оставив свою непоседливость и прекратив свое непостоянство, подобно успокоившемуся ветру? Когда я буду смеяться над мирскими занятиями, когда мое тело будет сиять внутренним спокойствием, и разум осознает себя как сущность всего? Когда мои желания ко всему пропадут, и разум успокоится, как океан, который перестали взбивать? Когда увидев неподвижную сущность бесчисленных желаний, я смогу смотреть на все, как на сон, пребывая в самом себе? Когда я увижу все, как чистое сознание, и все фантазии разума вовне и внутри успокоятся? Когда мой разум успокоится, познав высшее сознание, как обретают видение слепые от рождения глаза? Когда после всех практик я увижу остаток своей жизни, как будто издалека, в прекрасном свете, в восходящего солнца сознание? Когда я освобожусь от желаний и отвращений, стремления обретать и отказываться? Когда я буду внутренне удовлетворен, пребывая в сиянии собственного осознания? Когда же для меня закончится эта черная ночь непонимания, полная зловещих сов желаний и от холода которой вянет лотос сердца? Когда я, живя в горной пещере, со спокойным разумом, погружусь в самадхи безо всякого движения мысли, оставаясь подобным камню? Когда же слон моего разума, обезумевший от самомнения и гордости, будет разорван на части львом пробуждения к истине? Когда же я буду в молчании, столь сосредоточен в высочайшей медитации, что лесные птицы будут видеть гнезда в моих волосах? Когда на моих плечах без поязни будут отдыхать птицы, как на неподвижном камне, в то время как я погружен в мудрое сосредоточение? Когда я пересеку это дикое болото самсара, заросшее побегами повторяющихся рождений и старости, и заплетенное колючими кустами желаний? Так раздумывая, Брамин-от-Далака продолжал свои медитации, сидя в лесу, но его разум, непоседливый как обезьяна, не мог достичь цели и концентрации, которые принесли бы ему удовлетворение. Иногда его обезьянье разум оставлял восприятие внешних объектов и оставался на некоторое время чистым. В другое время его обезьянье разум оставлял медитацию и из-за своей непоседливости устремлялся к объектам, обжигающим своим ядом. Временами его разум, узрев в себе свет восходящего солнца познания, отворачивался от объектов и устремлялся к лотосу мудрости. Временами его разум оставлял внутреннюю тьму невежества и устремлялся к внешним объектам, подобно испуганной птице. Временами его разум оставлял и внутренние, и внешние ощущения и засыпал, литургично пребывая между светом и тьмой. В таком непонимании, среди перепадов своих состояний, день за днем он оставался в пещере в расстройстве, подобно дереву, раскачиваемому ветрами. Не способный сконцентрироваться, его разум напоминал щепку, которую волны качали и били о берег желаний. В таком состоянии мудрец бродил по горам в одиночестве, подобно солнцу, день за днем обходящую великую гору Мееру. Однажды он дошел до уединенной пещеры, недоступной ни для зверей, ни для человека, которая как будто была предназначена для успокоения всех мыслей и достижения освобождения. Там не сквозили ветра, птицы и звери не нарушали спокойствия. Она была незаметна для богов и гандхаров и прекрасна, как райские кущи. Она была покрыта кипами цветов и заросла мягкой зеленой травой. Она блестела, как изумруд, на солнце своими влажными камнями. В ней была приятная прохладная тень. Сверкающие драгоценные камни напоминали светильники. Пещера была похожа на хорошо спрятанное жилище лесной богини. Она выглядела не холодной, не слишком жаркой, не слишком прохладной, напоминая собой золотой свет осеннего солнца. Она напоминала невесту с гирляндой цветов в руках, от вида которой замолкал и утихал мягкий ветерок. Она была воплощением спокойствия, и с ее прекрасными нежными кипами цветов напоминала собой прекрасный лотос, достойный быть обителью, самому создателю Брахме. Этим заканчивается сарга 51 «Желание удалаки» книги пятой об окончании Махарамаяны Шри Васиштхе, ведущей к освобождению записанной Валмики. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...